Слышно? Отлично. Итак, нашу конференцию продолжит секция, посвященная диетологии. Меня зовут Нигова Екатерина, я ветеринарный диетолог и не являюсь представителем ни одной кормовой компании. Так сложилось. Соответственно, я, конечно, понимаю, что за час мы не сможем разобраться со всеми всеми вопросами диетологии, которые могут возникать. Но я постараюсь дать некоторые основные моменты, разъяснить некоторые основные моменты, пользуясь которыми, можно потом разбираться в этом дальше и решить для себя, чем же все-таки лучше кормить, чем лучше кормить конкретно своего любимого щеночка. Итак, для начала мы чуть-чуть совсем коснемся физиологии. Да, очень часто можно встретить рекомендации по питанию, основанные на утверждении, что собака – это хищник, должна питаться как хищник. И это в целом действительно так. У собак, в отличие от нас, например, более короткий пищеварительный тракт. То есть им нужна более усвояемая пища, чем нам. Они не жуют. Да, у них зубы предназначены для удержания добычи, отрывания кусков, но у них нет склонности, нет необходимости перетирать пищу, пережевывать ее. Это не значит, что они не жуют вообще. То есть нет, конечно, они могут вполне похрустить кусочками, что-то погрызть и так далее, но это не такое жевание, как мы даже для себя привыкли. И собаки предназначены для того, чтобы как можно быстрее съесть, как можно больше. У них пищевод снабжен дополнительно поперечной полосатой мускулатурой, которая ускоряет проталкивание пищевого комка. У них может растягиваться желудок, чтобы, опять же, побольше вместилось. И они к этому прекрасно приспособлены. Собственно, все же эти особенности есть у волков. Но, в отличие от волков, у собак порядка 10 тысяч лет назад произошла некая мутация, которая у них закрепилась, которая закрепилась у них надолго. И, собственно, практически все сейчас известные собаки за некоторым скреплением некоторых аборигенных пород обладают этим набором генов. Что, собственно, было? На слайде есть название исследования, где это пропадалось. Что закрепилось? Закрепился набор генов, который значительно увеличивает усвоение крахмала относительно волка, собственно. И, ну, корректнее, наверное, даже говорить, да, общего с волками предка. Потому что и современный волк, и современная собака уже немножко не те, какие были когда-то тогда давно. Причем, что интересно, произошло это закрепление порядка 10 тысяч лет назад. Это примерно тогда же, когда человек перешел на оседлый образ жизни. У нас появилось земледелие, у нас появились собственные углеводы, у нас появились, простите за подробности, помойки. И вполне возможно, что именно это позволило собакам получить некие выигрышные позиции, как компаньоны человека. Вот, поэтому собаку нельзя считать облигатным хищником, как, например, кошку. Собаки считаются плотовсеядными. Ну, или можно использовать также термин фкультативный хищник, это немножко по-разному. Не совсем вопрос в том, что кишечник более длинный. У собак есть еще одно волшебное изменение относительно волков. Ни у одного дикого вида в дикой природе нет такого огромного разброса в размерах. Собаки отличаются друг от друга в 100 раз. Взрослая собака может весить килограмм, может весить 100 килограмм. И соотношение длины тела к длине кишечника у разных пород, разных размеров тоже разное. И это, конечно же, тоже влияет на усвояемость. Но, тем не менее, усвоение крахмала все-таки немножко другой механизм. Соответственно, несмотря на то, что собака все-таки уже не волк, но и щенок – это не ребенок. И очень многие проблемы, связанные с рационом и, честно говоря, даже со здоровьем, они связаны именно с тем, что мы переносим свои человеческие предпочтения, свои представления о полезном на собаку. А это не так. У них, у щенков очень сильно отличаются потребности от нас, даже от наших детей. Несравнимо. Я еще потом буду возвращаться к этому моменту и демонстрировать, в чем же именно это может быть отличие. У собак отличается набор незаменимых элементов в принципе. То есть витамин D, который мы можем синтезировать на солнце, про который мы говорим, что у нас в нем потребность может возникать, например, только в зимний период. Или в регионах, где низкая солнечная активность. То собаки не умеют синтезировать витамин D ни в каких условиях, на солнце, ни на солнце, они его должны получать с пищей. Зато витамин C они синтезируют самостоятельно и, соответственно, цингой страдать, в общем, не могут. И важно всегда помнить, что мы два разных вида. Можно сколько угодно говорить, что чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак. Но как только мы начинаем свои предпочтения носить на собаку, мы получаем проблему очень часто. И, собственно, самый главный вопрос, который, пожалуй, первый, наверное, задают. Чем все-таки лучше кормить? Чем полезнее кормить? Готовая корма, сухой корм или натуралка? Я, конечно, очень не люблю термин натуралка. Это такая профессиональная, наверное, деформация. Я предпочитаю говорить домашний рацион, потому что, в принципе, термин, конечно, не очень корректный. Натуралка, натуральный корм, натуральный рацион подразумевает, что вот он готовится из чего-то природного, а все, что не натуральный корм, видимо, из чего-то, не знаю, инопланетного. Вот это не так. Все-таки и то, и то готовится, на самом деле, из одних и тех же примерных продуктов. И более того, на слайде можно увидеть два разных варианта натуралки. Причем могу сказать, что, конечно, гораздо аппетитнее выглядит мисочка слева, чем струлька справа. Но это еще не значит, что она однозначно полезнее или однозначно более правильная. И, тем не менее, и из таких продуктов можно приготовить сухой корм, и из продуктов справа можно приготовить сухой корм, но точно так же и домашний рацион можно приготовить из того, из другого. Поэтому противопоставлять их как нечто настоящее, нечто искусственное, но все-таки не очень корректно. В принципе, сухой корм – это способ приготовления. У меня была прекрасная история, собственно. Она, собственно, работала с заводчиком, которая, соответственно, хотела домашний рацион для собак, которых достаточно много, которые меняются, у которых разные размеры, разные стадии жизни в том числе. И понятно, что кормить отдельно в каждой миске даже пять собак – это уже достаточно сложно. Поэтому она просила, чтобы у нас был рецепт, который можно… Вот мы приготовили большую кастрюлю, и из нее накладываем по столько-то грамм каждой собаки. Но дело в том, что когда мы готовим такой рацион, мы даже банально, например, смешиваем мясо и овощи. Даже их мы уже не всегда можем настолько равномерно размешать, если они кусками, чтобы каждой собаке досталось поровну. А плюс у нас вносится масло, у нас вносится некоторые добавки, которые вносятся в небольшом количестве. И гарантировать, что все масло не попало в одну миску, а всем остальным ничего не досталось, и, соответственно, не получился дефицит, мы не можем. И для того, чтобы это сделать, нам нужно измельчить то, что мы приготовили. То есть чем более однородная эта смесь будет, тем больше гарантия, что каждая собака получит все необходимые для нее питательные элементы. Потому что здесь вопрос все-таки не только в разнице порции. Но мы с этим разобрались, прошло некоторое время, чем весьма серьезно подошло. То есть действительно завели большую такую промышленную мясорубку, чтобы все это измельчать, перемешивать. А потом возник следующий вопрос. А как можно, вот нужно уехать на две недели на выставку, например, а как бы с собой взять еду? Готовить там неудобно, и заморозить можно, навести с собой замороженное сложно. Что с этим можно сделать? Можно же, наверное, как-то, ну там, все-таки термической обработке, привести термическую обработку, нагреть под высоким давлением, что-то, чтобы оно чуть подольше хранилось, и было удобнее брать с собой. Вот, соответственно, тоже, ну, мы немножко обсудили, я говорю, что да, можно, например, в автоклаве это сделать, можно использовать там немножко, например, витамина Е, который у нас вполне себе естественный консервант. Вот, и мы это разговариваем, и мы говорим, вы понимаете, что мы сейчас придумываем сухой корм. Что если мы еще чуть-чуть продолжим, да, то есть мы уже получили однородную массу, мы уже потихонечку эту массу приводим в состояние, которое должно долго храниться. То есть еще немножко, когда нам нужно будет не две недели, а два года, мы, собственно, изобретем сухой корм. И это действительно так, да, то есть нам не нужно, не нужно думать, что сухой корм – это что-то вот третье, да, то есть есть еда, есть там, словно вареная еда, есть сухой корм. Это способ приготовления. Да, мы меньше можем ему доверять, потому что не видим, что именно туда положили до перемешивания. Но это не значит, что туда обязательно положили что-то плохое. И, зная, да, понимая уже вот этот вот факт, немножко сравним, чем у нас, в принципе, могут отличаться домашние рационы готовых корм. И первый главный пункт, который вот самый важный, больше всего всегда всех волнует, и на самом деле самый важный для здоровья щенка, конечно, это сбалансированность или полноценность. То есть в суточной порции корма должны содержаться все необходимые для щенка вещества в необходимом количестве, ни больше, ни меньше. Очень важно, что избыток – это тоже плохо. Часто даже уже чем недостаток, на самом деле. Соответственно, у домашних рационов, если рацион составлялся диетологом, или если рацион составлялся владельцем, это возможно. То есть в результате нахождения норм этих самых питательных веществ, расчета всех компонентов этого рациона по этим нутриентам. То есть мы берем, например, говяжье бедро, мы берем его состав по справочному. Сколько там кальция, сколько фосфора, магния, натрия, калия, железа, меди, марганца, сколько там жирорастворимых витаминов, сколько витаминов группы В, сколько некоторых аминокислот, сколько незаменимых жирных кислот. Все эти компоненты, которых всего учитывается более 50, мы суммируем по всем продуктам, которые берем. Суммируем, сравниваем с нормой и смотрим, получает ли у нас в таком варианте членок все необходимые интуриенты. В этом случае полноценность рациона будет высокая. Но, к сожалению, так не делают практически никогда. Диетология, как ни странно, очень новая наука. Диетология непродуктивных животных, то есть кошек и собак, а не коров и овец, например, появилась не так давно. Но и в большинстве случаев то, что сейчас считается домашним рационом, даже сбалансированным, к сожалению, уже немножко устарело. И очень часто, очень много есть исследований, которые говорят, что 99% домашних рецептов не соответствуют нормам. Соответственно, с сбалансированностью домашнего рациона есть вопросы. Тогда как готовый сухой корм по умолчанию должен быть сбалансированным, полноценным, но есть еще важная оговорка, к которой мы тоже потом вернемся, что мы можем этого достигнуть только в случае, если мы правильно подобрали корм, правильно подобрали суточную порцию. Следующий пункт, который как раз является обычно определяющим при выборе домашнего или готового корма, это уровень доверия к качеству этого продукта. Соответственно, к домашнему рациону доверие стабильно более высокое, обычно более высокое, потому что мы сами выбираем, какое мясо купить. Мы видим, что это точно мясо, что это не подошва, не резинка, не так далее. И это часто нас успокаивает. То есть мы знаем, что качество у нас этих компонентов, мы определяем сами. Что купили, настолько качественные они будут, по сути. С точки зрения сухого корма мы не видим компоненты, и это вызывает очень много проблем с доверием. Но с другой стороны, особенно когда речь идет о крупных производителях, которые очень давно на рынке и которые не могут не заботиться о репутации, иначе они просто разорятся. У них тоже на самом деле очень много проверок качества, причем зачастую даже более серьезных, чем когда мы просто пришли, например, на рынок и что-то купили. В частности, у нас, например, есть заводы, которые производят корма зарубежных марок в России. Они вынуждены некоторое сырье все равно поставлять из-за границы. Они не могут найти сырье достаточного качества в нашей стране. Ну, так получилось. У них такие требования, что им, скажем так, дешевле получается доставлять из-за границы то, что соответствует запросу, чем искать варианты вот где-то еще рядом у нас. И, соответственно, при производстве эта технология требует постоянных проверок. То есть проверяется сырье при поступлении на завод, проверяется на промежуточных этапах качества корма. И, соответственно, максимально предотвращаются риски загрязненности нектоксинными, тяжелыми металлами, всем остальным. Они максимально здесь контролируются. С этой точки зрения, как ни странно, немножко проигрывает домашний рацион. Особенно если мы покупаем не в супермаркете для людей, а покупаем мясо с рук, мясо для собак, так называемое, все остальное. Потому что там мы, честно говоря, не знаем, что там содержится. И, опять же, достаточно часто при проверке лаборатории таких компонентов могут возникать проблемы. Ну и еще один параметр, который замечательно влияет на наш выбор, каким кормом все-таки лучше кормить, это временные затраты. Для домашнего рациона это надо готовить. Это можно упростить, это можно частично замораживать порсы, размораживать и так далее. Но все равно это гораздо более высокие затраты, чем если мы используем готовый сухой корм. Возвращаясь к забалансированности, как понять, забалансировано ли питание. Это самая-самая главная проблема диетологии. То, что у нас дефициты питательных веществ или избытки питательных веществ настолько сильно выражены, настолько длительные, чтобы проявиться на собаке, внешне, клинически, наступают очень сильно не сразу. Для щенков это еще более-менее возможно. У щенков гораздо быстрее все процессы, и мы достаточно быстро увидим, что щенок испортился. Но тоже не всегда. И, к сожалению, месяцами может происходить накопление, может быть дефицит, и только через 8-9 месяцев мы вдруг заметим, что шерсть какая-то не очень, что-то у нас тут странное происходит. И мы, конечно же, в большинстве случаев с рационом это уже не связываем. Но он же 100 лет так ел, а проблемы только сейчас. Поэтому для того, чтобы определить, полноценный рацион или нет, я рассчитываю рацион, сравниваю с нормами, и после этого прям говорю, смотрите, а вот такие дефициты, их надо вам поправить. Следующий момент, с точки зрения, опять же, этих двух разных типов кормления, это влажность. На самом деле для щенков имеет в гораздо меньшей степени значение это очень актуально для кошек. Но если вдруг у собаки по каким-то причинам есть проблемы с водопотреблением, собака пьет недостаточно, то домашний рацион может быть предпочтительным, потому что влажность домашнего рациона 60-70%, сухого корма в среднем около 10%. То есть в одном случае собака съела 100 грамм корма, получила 60 миллилитров воды, а в другом только 10. Ещё есть разница с точки зрения моей, на самом деле, в первую очередь, когда мне под какие-то запросы, под какие-то патологии, под разные проблемы, конкретно у щеночка, нужно варьировать разные компоненты. Я не могу взять сухой корм, отделить от него отдельно какой-то там входящий в его состав мяса, и дальше что-то с этим делать. Соответственно, для домашнего рациона это вполне возможно, и насколько бы сложные противоречия друг другу не были запросы, я могу составить всё равно сбалансированный вариант. Для сухого корма это гораздо сложнее, но с другой стороны, нельзя сказать, что там низкая возможность варьирования, потому что линейка сухих кормов очень много. И их сейчас делать всё более и более специализированными, это тоже достаточно удобно позволяет нам подбирать самый-самый лучший вариант. И, наконец, подытоживая, самое-самое главное, на что мы должны обращать внимание при выборе типа кормления, это комфорт владельца. Как ни странно, чем спокойнее нам, чем увереннее мы в том, что мы даём, тем всё равно лучше будет самочувствие щенка. Это сказывается. Нет, возможно, если мы ошиблись и промахнулись, то через некоторое время на самочувствии это всё равно скажется. Но если мы, например, наотрез уверены, что мы не можем кормить сухариками, вот у нас прям сухариком просто жуткое неприятие, как же собака будет ими хрустеть, и сколько бы нас не убеждали в том, что это сбалансированные рационы, замечательные, всё хорошо, ну вот не могу, вот запрет такой, бывает. вполне можно обратиться к диетологу, посчитать домашний рацион или даже посчитать его самостоятельно и готовить домашний рацион. Это неплохо. Точно так же, если мы начитались в статье и считаем, что, ну, вообще, конечно, собака должна питаться обычными продуктами, но сухарики, но это не для хищников, но я просто работаю, как бы, 5-2, и, ну, нет у меня времени готовить, я себе не готовлю. Тоже не нужно страдать. Мы берём готовый корм, кормим готовым кормом, это нормально. Более того, ну, там, я знаю варианты, что приходил тоже на приём человек, который сказал, что, ну, я не могу резать мясо, ну, вот не могу, вот фобия такая, можно я буду готовым кормом кормить? Конечно, это неплохо, и, к сожалению, такого количества мифов, как в диетологии, ну, наверное, разве что в этологии есть, вот, во всех остальных сферах их просто меньше, и это бесконечно. Поэтому я как раз стараюсь акцентироваться именно на тех вещах, о которых можно говорить более-менее уверенно, более-менее точно. И их далеко не так много, как кажется, когда мы начинаем читать информацию в интернете. Собственно, на главный вопрос я так и не ответила, что всё-таки полезнее для здоровья, сухой корм или домашний продукт. А вот тут есть проблема. К сожалению, до сих пор науке это неизвестно. У нас до сих пор нет достаточных данных, чтобы как-то однозначно сказать, что вот это полезнее для здоровья, это хуже для здоровья. Есть достаточно большое количество различных исследований, которые не отвечают в прямую на вопрос, что, да, взяли там 20 собак, 10 собак кормим сухим кормом, 10 собак кормим домашним рационом, вот у этих здоровья лучше, у этих хуже. Таких исследований нет в принципе и не может быть. Соответственно, есть исследования, например, о обнаружении тех же микотоксинов, про которые я уже упоминала, в готовых кормах. Причём, часто выводы из этих исследований, они идут в сертифицирующие организации, это учитывается производителями, повышается качество, и на самом деле сейчас это встречается достаточно редко. есть исследования о содержании патогенных микроорганизмов в домашних рационах, в том числе в сырых, особенно, конечно, речь про бар. Есть различные исследования, которые говорят нам, собственно, о том, что в обычных домашних рационах практически всегда есть дефициты по конкретным потребностям. при сравнении с нормами с домашними рационами, которые сейчас в большинстве случаев распространены по рецепту из интернета и так далее, есть дефициты всегда, то есть это не эмпирический вывод, это исследование. Есть достаточно интересное исследование про собак-спортсменов, аджелетистов, в котором просто проводили оценку, сколько же собак, какой рацион ел. 60% аджелетистов собак с хорошими результатами ели готовые рационы, 40% смешанные или домашние. Но никаких выводов о том, как это влияет на их здоровье, нет. Ну, то есть активности для занятия аджелети хватает хорошо. Есть даже исследование про кошек, особо внимательные могли заметить. Почему я его сюда добавила? Это редкое исследование, в котором провели ретроспективное, ну, то есть как-то проходило, да, взяли большую базу клиентов, которые обращались в клиники, в несколько разных клиник с кошками, у которых были какие-либо проблемы с ЖКТ. А потом обзванивали владельцев и собирали информацию о том, чем же эти кошки питались. Причем питались с возраста, чтобы не соврать, 3 недели или 4 недели до примерно двухлетнего, да, то есть это вот ранний возраст, молодые кошки. И вывели достаточно четкую взаимосвязь с тем, что есть корреляция между кормлением кошки смешанным рационом или чисто домашними продуктами и тем, что такие кошки чаще попадали в клинику с патологиями ЖКТ, чем кошки на сухих кормах, на готовых кормах, прошу прощения. Но здесь есть большая проблема. Опять же, возвращаясь к тому, что большинство домашних рационов не сбалансировано, по сути, это не сравнение домашнего корма и готового, по сути, это сравнение несбалансированного кормления и сбалансированного практически всегда. Мы только сейчас приходим к тому, что возможно можно провести исследование длительного кормления сбалансированным домашним и сбалансированным готовым кормами. Но все остальные исследования, которые сейчас существуют, они нам не говорят о том, что эта разница вообще может быть. Питательный компонент есть в нужном количестве. Усваиваться немножко по-разному это учтено, иначе животное получает все, что ему нужно. Поэтому это вопрос действительно сложный, вопрос не исследованный, но именно поэтому, когда мы выбираем между домашним рационом и готовыми кормами, для нас главное, чтобы домашний был сбалансирован, либо что готовый корм четко подходит под потребности щенка. И еще раз подытожим, то, что если корм подходит полностью под потребности щенка, основной критерий выбора это ваш комфорт. Вам комфортно обратиться посчитать домашний рацион и готовить каждый день? Отлично. Вам комфортно давать готовые коммерческие корма? Отлично. Самое главное, чего здесь не должно быть, это крайностей. Бывает, что по каким-то причинам, критически необходимо перевести, допустим, на готовый корм. Если есть установка, что готовые корма это все ужас, плохо и вредно здоровье, нет, это не так. И опять же, достаточно много, возвращаясь к исследованию про кошек, соответственно, большинство владельцев отвечало, что они готовили, кормились смешными рационами, но из всех посетителей за тот же срок большинство все-таки кормило готовыми кормами. И вот именно сравнивая эти две выборки, обнаружили, что да, при несбалансированном кормлении это приводило к проблемам. Поэтому заботимся о себе, это важно, это ценно и это будет очень полезно для щенка на самом деле. Ну а теперь, собственно, по поводу того, как же определиться, насколько он сбалансированный или несбалансированный. какой у нас должна быть натуралка? Она обязательно должна обеспечивать потребности щенка, она не обязательно должна быть разнообразной, она не обязательно должна включать молочку, она не обязательно должна включать рыбу, она не обязательно должна быть сырой, не обязательно должна быть вареной, не обязательно должна содержать кости, не обязательно должна содержать крупы. И много-много-много других нет. Все вот эти вот очень-очень важные принципы разнообразия и все остальное, это следствие как раз устаревшего подхода, попытки угадать, что же нам нужно положить в рацион для того, чтобы получить все необходимые компоненты. Так вот, угадать это, ну, проблематично. Как только мы говорим про расчет порций в процентах от массы собаки, особенно от массы щенка, как только мы говорим про расчет рецепта рационов, что мясо должно быть столько-то процентов, овощей столько-то процентов, это все подход, который к нам пришел из зоотехнии, который очень-очень давно там использовался и отлично там работал. Но в зоотехнии есть большой плюс. Мы даем корове порцию еды в процентах от ее массы, в которой 60% сена, 20% силоса, полпроцента патоки, и мы видим, что корова начала давать больше молока. Классно, нам больше ничего не нужно. Мы добились своей цели. Мы частично, конечно, учитываем влияние на здоровье коровы, но от продуктивных животных нам нужно немножко другое. Нам нужно, чтобы она нам давала много молока хорошего качества. В случае с собаками это, конечно, не очень работает. Именно поэтому мы рассматриваем каждый отдельный нутриент. Для нас это очень важно. И, соответственно, в качестве, опять же, примера, почему это наугад, почему я говорю о том, что так угадать затруднительно. У нас есть взрослая собака, которая весит 10 килограмм. Достаточно частая рекомендация. Я взяла взрослую собаку, потому что с этим проще, чем с щенками с точки зрения разброса рекомендаций в интернете. Очень популярная рекомендация, что порция должна составлять 3% от массы тела, соответственно, порция должна быть 300 грамм. И, например, берем в среднем, опять же, все те же рекомендации, что мясо должно быть 50-70%, берем, например, 60% мяса, мушкульного мяса, еще иногда уточняю, получаем 180 грамм. 60% от 300 – это 180. И вот у вас на слайде виден перечень различных видов мышечного мяса. Абсолютно мышечного, абсолютно хорошего. За исключением образей, пожалуй, хотя тоже это мясо, которое выглядит как мясо, а не как что-то волшебное. Количество 180 грамм. В верхней строчке вот здесь у нас есть потребность этой самой 10-киограммовой собаки в последней колонке по белку. Вот это СП – это сырой протеин. То есть содержание белка в каждой строчке, соответственно, в каждом виде мяса. И смотрим. Потребность суточная, минимальная, которую желательно все-таки превышать, потому что нам нужен запас. Мы не можем гарантировать, что собака вообще все усвоит абсолютно-абсолютно на 100%. У нас должен быть запас выше. Это минимум-минимум. И у нас примерно раз, два, три, четыре из перечисленных восьми видов мышечного мяса не обеспечат собаку белком. Мы пользуемся этими рекомендациями, мы не получаем даже обеспечения белком. Я молчу про все остальные компоненты. Да, если мы берем, например, грудку, мы обеспечиваем протеин. И еще обратите внимание, насколько сильно различается калорийность этого мяса. То есть грудки нужно давать в разы больше, чтобы обеспечить вот эту среднюю потребность калорийности. Бараньего бедра, говяжьи пашины, да, там некоторых видов, там куриного бедра, кстати. Нужно давать, ну, всего раза в полтора больше, чем вот эта вот указанная порция, чтобы только за счет мяса обеспечить калорийность. Но мы здесь подразумеваем, что у нас есть какие-то другие компоненты. Ну, допустим, хорошо. Это самый простой пример. Да, я очень не хочу пугать цифрами. Я знаю, что это пугает, что это тяжело в них нихнуть. Это занудно. Диетология – это очень забридная специализация. Но, по крайней мере, это наглядно. Да, мы берем проценты, берем даже не самый низкий процент мяса, не еще что-то. Я не показываю критичных здесь примеров. Вот я просто, вот я взяла мышечное мясо, взяла нормальные рекомендации, и никуда не уходя, и получаю дефицит. Проблема. Мне гораздо проще посчитать, сколько белка в мясе, и положить столько грамм, сколько не надо, чтобы обеспечить потребность. Но это логично, не это проще. Зачем мне идти обратно? Кроме белка мы учитываем минералы, перечисленные на слайде. Мы учитываем жирорастворимые витамины, витамины группы В, аминокислоты. 50 параметров. Если с белком мы еще более-менее можем угадать, то угадать еще 50 параметров. Ну, сложно, будем честны. Соответственно, я сразу могу просто рассчитать в соответствии с нормами, в соответствии с возрастом конкретного щеночка. Нормы, которыми я обычно пользуюсь, это НРС-2009. Но есть также несколько других НРС. Это справочник, который был выпущен в 2006 году. Первая самая большая, огромная работа, в которой объединили результаты всех исследований, проведенных за десятилетия с точки зрения питания кошек и собак, и, соответственно, составили на их основе норму. Это золотой стандарт. До сих пор они, конечно, должны обновляться. Прошло много нового еще выяснили за прошедшие 14 лет. Но, тем не менее, это вот основа. Ну и, собственно, опять же, почему не очень легко угадать остальные компоненты. Перед вами на слайде есть пример рациона для щеночка немецкой овчарки. Три с половиной месяца. Вот столько всего он ест в сутки. Ну, куриный желток 2 грамма, это имеется в виду, что он просто раз в неделю получает куриный желток. То есть в среднем в день примерно 2 грамма желтка. Ну и, соответственно, допустим, не одновременно и гречка, и геркулес, и рис, а чередуются. Соответственно, предлагаю вам предположить, является ли этот рацион для щенка полноценным, обеспечивает ли он все его потребности. А если нет, то какие дефициты или избытки здесь могут быть. Ну, хотя бы примерно. Нет предположений. Сложно. Абсолютно сложно. Очень сложно. В данном случае этот конкретный щенок в клинику был принесен на пледике. Если вы читали в встрече, мероприятии, описание про диетологию, это как раз к этому щенку и относилось. У щенка был элементарный гиперпаратериоз. То есть у него произошло, у него был дефицит кальция в рационе. Произошло вымывание кальция из костей, кости стали очень-очень хрупкими, и они энергетики почти сливались с мягкими тканями, и, собственно, привело. В его случае ему повезло. У него просто отказали лапки. Как ни странно, это повезло, потому что у него случилось переломов. Дефицит кальция, тем не менее, обратите внимание, щенок ест много творога. Очень много, да, это получается у нас 400 грамм творога. И еще, да, еще есть добавку с кальцием. А что же, собственно, произошло? Опять же, все это же табличка. В этом столбце у нас содержание кальция, в этом столбце содержание фосфора. Итак, щенок, как положено по рецептам из интернета, получал молочный продукт, потому что они богаты кальцием. Смотрим на молочные продукты. Вот у нас творог. В твороге определенно больше кальция, чем в мясе, и больше кальция, чем в крупах. Но посмотрите на потребность в кальции этого щенка. Для того, чтобы обеспечить ему только за счет творога, пусть даже, допустим, более жирного, где побольше кальция, обеспечить ему вот эту вот суточную потребность кальция, ему пришлось бы ежедневно скармливать полтора килограмма творога, только творога. Но при этом фосфора больше, чем кальция. Нам очень важно не только абсолютное количество. Это уже такие тонкости диетологии. Нам очень важно соотношение. Кальция должно быть больше, чем фосфора. Всегда. Поскольку они влияют на усвоение друг друга, и если у нас фосфора больше, а кальция по норме, у нас все равно будет дефицит, потому что избыток фосфора будет угнетать усвоение кальция. Соответственно, молочные продукты никак не могут быть источником кальция для собак. Поэтому никакой принципиальной необходимости в их добавлении в рацион нет. Хочется можно, не хочется, или, например, есть какие-то с этим проблемы, не нужно. Это не какой-то незаменимый компонент, нет. Это такой же источник белка, как и, например, говяжья вырезка. И следующий момент. Щенок не сразу, конечно же, прямо взял и слег. У него сначала начались просто какие-то проблемы. И владельцам посоветовали подавать добавку с кальцием. Ну, потому что понятно, щенок растет, нужен кальций. Они, собственно, пришли в магазин, взяли самую популярную добавку, на которой написано кальций. Давали ее, это две таблетки, один и прям две таблетки. По норме, указанной производителем, даже побольше. Потому что производитель говорит об одной таблетке для щенков, для всех. И смотрим, сколько кальций он с этим получил. 100 миллиграмм при потребности в 2500. То есть ему нужно было давать горсть из 25 таблеток, чтобы за счет этой добавки обеспечить кальций. К сожалению, рынок добавок в России, по крайней мере, беден. Очень, с ним очень сложно. У нас практически нет добавок, которые хорошо подходят для домашних рационов. Почему, собственно, в добавке, которая называется кальций, мало кальция? Потому что избыток кальция – это тоже ужасно время. А добавка позиционируется как та, которую можно давать и на готовых кормах, которых кальция и так достаточно. Поэтому, чтобы не получить гипервитаминозов, у нас кальция здесь мало. В принципе, все. Чисто вот вопрос безопасности. Ну и плюс в этом же рационе есть дефицит железа и меди, есть дефицит витамина А, витамина Е, хотя в целом он разнообразный, в нем все хорошо. Овощи, кстати, в нем были. Я просто, чтобы табличка не была совсем уж развесистой, именно овощи отрезала. Там кабачок был, морковка, еще что-то. Они не влияют на состав микроэлементов. То есть в этой сумме они учтены, в самой табличке просто не написано. Вот. Угадать это невозможно. Это можно только посчитать. И все вот эти мифы, что молочные продукты богаты кальцием. Для человека возможно. Потребности плотоядных животных за счет молочных продуктов мы не обеспечим никогда. Следующий момент. Что же тогда может быть источником кальция? Понятно, что в диких условиях источник кальция – это кости. Но здесь есть свои сложности. Да, вот у нас здесь, например, опять же табличка, в которой потребности по кальции у щенка, который предположительно весит 6 килограмм. В смысле сейчас весит 6 килограмм, предположительно взрослый вес 30 килограмм. Для щенков это важно. Соответственно, мы получаем примерно следующую картину. Хрящи кальция нам не дают вообще. Гортани кальция нам не дают вообще. То есть все более-менее безопасные мягкие продукты кальция нам не обеспечит. Зато, например, посмотрите, сколько фосфора. Фосфора у нас в мясе много, и мы, скорее всего, получим прибор. Более-менее у нас может обеспечить именно кость, но, например, вот нога-югенка – это трубчатая кость. Трубчатые кости, я думаю, все знают, это риск травм, они раскалываются на острые кусочки, могут травмировать щенка везде, начиная от зубов, десен, языка, пищевода, желудка, заканчивая кишечником. Везде, везде, везде. Есть мягкие кости, к которым отношение может быть менее настороженным, и это, собственно, хвосты и шеи, на самом деле. Чем это, конечно, зависит еще от размера. Для щеночков даже куриные шеи могут оказаться чересчур большие буквы, честно. Здесь может возникнуть другая опасность. Эти кости более мягкие, особенно при отсутствии отваривания. Но даже с сырыми костями можно получить щенку капростаз, то есть запор, по сути. И риск капростазов очень сильно возрастает, если мы даем больше, чем 10 грамм костей на килограмм массы тела собаки. Соответственно, смотрим, что если нам, мы берем, например, вот эту самую шею, нам нужно примерно 150 грамм, чтобы обеспечить кальций. А щенок весит 6 килограмм. То есть мы можем давать всего 60 грамм, а кальций это нам не обеспечит. И мы упираемся вот в эту вот проблему, которую в дикой природе не встречается. Почему? Потому что если волк подавился костей, он умер. Они давятся костями, у них тоже бывают травмы ЖКТ, у них тоже бывают прободения и кровавые поносы из-за этих травм. Бывают. Да, реже, потому что, конечно же, они в живых остаются те, кто максимально приспособлен более-менее это перенести без последствий для себя. Если мы готовы рисковать как бы своим любимым щеночком, мы тоже можем это делать, окей. Да, но не уверена, что для нас там, даже если рискует одна собака из тысячи, как бы, если вас успокаивает, ну, если до вас допустимый риск, хорошо. Да, я не могу сказать, что я вот четко вот против, вообще 100% против костей. Нет. Но риск есть, и про это надо помнить. И перемолотые кости, точно так же, как и мягкие кости, тоже могут вести к возрастанию риска капростаза. А если мы кости перемалываем настолько мелко, то у нас получается карбонат кальция. Карбонат кальция проще купить заранее перемолотые в баночке, честно. Это будет гораздо проще и гораздо безопаснее на щенках. Еще один момент – это продукты. В рационе для семечка немецкой овчарки у нас продукты не были указаны, а их часто считают отличным источником микроэлементов. И вроде как за счет субпродуктов можно обеспечить микроэлементы. Смотрим. Вот у нас есть, например, железо. Его действительно более-менее можно обеспечить. Кстати, с голодным рубцом ужасно популярным. Забегая вперед, скажу, что железо – это единственное, что рубец более-менее обеспечивает. Рубец – это дешевый источник протеина, среднепереваримого протеина. Это компонент, который в рационы добавляется для удешевления. Ничего плохого там нет, но и никаких волшебных свойств, которые ему часто приписывают, у него тоже нет. Соответственно, у нас практически ничем не обеспечивается меч, кроме печени, и цинк, в общем-то, тоже. Ну, соответственно, видим, что у нас печень наиболее богата, пожалуйста, продуктов, всем, ну вот кроме железа разве что. Но в печени содержится огромное количество витамина. Для щенков допустимо превышение от вот этой нормы не более, чем 10 раз. Если мы превышаем больше, чем 10 раз, то есть не тысяча международных единиц, а 10 тысяч, это очень значительно повлияет на формирование его упорно-двигательного аппарата, ускорит закрытие зоны роста. В общем, ничего хорошего там не будет. И мы опять упираемся в ту же проблему, что и с костями. Дать столько печени, чтобы обеспечить медь, мы, конечно, можем, и медь обеспечится, но мы получим избыток витамина А. А если мы дадим столько печени, чтобы не было избытка витамина А, мы получим дефицит по микроэлементам. Как из этого выходить? Мы все-таки вынуждены использовать добавки практически всегда. У меня часто спрашивают, ну как бы, ну хорошо убедили, что это не сбалансировано, скажите, какие витамины дать? Ну вот, ну, ну, все, вот я сейчас пойду, куплю там витамины, все будет хорошо. Опять же, разное мясо, количество 100 грамм. Содержание фосфора различается в полтора раза. Содержание магния различается в четыре раза. Содержание железа различается в три раза. Какие витамины дать? Я не знаю. Давайте все-таки сначала посчитаем, что вы даете, в каком количестве. Потом уже определимся, какие витамины дать. Ну, хорошо, я вам нашел, я вот даю говядину. Говядина в разные части. Различается по содержанию фосфора в четыре раза, по содержанию марганцев в десять раз, по содержанию цинков в четыре раза. Какие витамины дать? Зависит от того, какую все-таки часть вы даете и в каком количестве. Вот, это, я уже говорила, да, диетология, это очень занудно. Мы прям берем и считаем, и прям взвешиваем. Без этого сложно. И если вы, опять же, если вам тяжело взвешивать, тяжело готовить и так подробно это измерять, у нас есть классная альтернатива, у нас есть готовый кальман. И, собственно, почему у нас возникает такая проблема? Почему я ни костями кальция не могу обеспечить, ни субпродуктами микроэлементов, но это же как в природе, но в природе же они как-то живут? Здесь есть несколько таких моментов. Вот, да, как волки до сих пор не вымерли, да. Смотрите. Во-первых, мы внезапно не очень хорошо представляем, что дикие животные едят в природе. Как мы можем узнать, что ел волк? Мы можем поймать волка, вскрыть и посмотреть, что у него в желудке. По этим остаткам сделать выводы, что он ел. Мы не можем бежать рядом с волком на протяжении месяца, записывая в блокноте все, что он за это время скушал. Более того, даже если мы можем, вдруг мы нашли такого классного волка, и мы можем рядом с ним бежать, волк из-за нашего влияния может питаться не так, как он бы питался без нашего влияния. Это, ну, как бы, достаточно внезапно, и на самом деле это огромная проблема, которая есть в зоопарках. Когда в зоопарк привозят новый вид животного, очевидно, что первое, да, тем более, ну, это же совсем дикое, ну, вот мы его взяли вот из дикой природы, первое, что пробовали всегда делать, это кормить так же, как в природе, и часто получали проблемы, начинает болезнь, заканчивая смертью. Потому что внезапно обнаруживали, что мы все-таки не знаем, что уже не ели в природе. Вот, следующий момент, да, это то, что собаки очень сильно отличаются по размерам друг от друга. Селекция на них повлияла очень сильно, да, я обожаю вот эти вот картинки. В принципе, весь блок вот этого художника, он совершенно прекрасен, и, ну, как бы, согласитесь, да, не все собаки похожи на волков. И анатомическая разница, она тоже влияет на потребности к диете, очень влияет, не может не повлиять. И у нас есть огромный разброс в размерах, причем потребности при увеличении размера увеличиваются нелинейно. Да, потребности у собаки весом 5 килограмм, у собаки весом 10 килограмм, будут различаться не в два раза. Вот если мы возведем 5 килограмм в степени 0,67, 10 килограмм в степени, 0,75, прошу прощения, тогда мы увидим более-менее, насколько будут отличаться потребности, где-то примерно там 1,62 раза, вот что-то. И что самое важное, самый большой наш провал, мы хотим рацион как в природе, и берем мясо коровы. Ни одно животное в природе не питается комбикормом, ни одно животное в природе не сидит как куры в клетке, без эмоционной, и ест тщательно выверенный диетологами рацион. Ну, на самом деле, ест тот рацион, который способствует настолько выраженной продуктивности. Продуктивность всех естественных животных безумная, она абсолютно неестественна на самом деле. Ни у кого в природе такого нет и быть не может. Корова не может давать молоко практически круглый год. И это не могло, опять же, не повлиять на их состав. То есть мы берем печень, мы видим, что она не обеспечивает потребности собаки, хотя, ну, казалось бы, субпродукт печени не съедят, они, наверное, за ее счет микроэлементы обеспечивают. И вот именно в эту проблему мы упираемся. Мы пытаемся слепить мышку из-за коровы. Это странно. Это не сработало на самом деле. Ну, и еще, что очень важно, немножко не в тему нашей конференции про щенков, но в природе нет пожилых животных. Волки живут, ну, до 7 лет, максимум до 10 лет. И мы говорим о том, что пожилой возраст начинается для собак крупных пород, например, уже после 7 лет. Они могут прожить до 15 лет. То есть больше половины жизни у них пожилой возраст, во время которого нам не на что ориентироваться. Потому что в природе таких животных просто нет. Мы не знаем, как бы там, что изменилось, что происходит. Вот. Вот такие вот у нас есть проблемы, поэтому приходится все это решать добавками. Ну, и как можно вообще понять, как полноценный рацион может выглядеть? К сожалению, никак. Пока мы его не посчитали, не сравнили с нормами, мы не можем определиться. Да, это может выглядеть почти как в примере, только мясо и две добавки. Это может выглядеть вот такой развесистой простыней, в которой очень многие добавки еще и используют натуральные. Это, в принципе, возможно, почти для всех компонентов. Зависит от остального состава, но теоретически, ну, можно. Очень сложно. Но это будет безумно времени занимать на готовку, но можно. Да, это может быть мясо и углеводы. Да, и все эти три рациона сбалансированы. Но, опять же, сложно угадать. И поскольку, к сожалению, у нас есть проблема выбора, у нас не всегда человек, который говорит, что он диетолог, является диетологом, будем честны. И я вам, честно говоря, тоже этого не подтвердила. Но у нас есть, по крайней мере, нормы. Есть нормы НРС, есть нормы ФЕДИАФ или АВК, которые есть в открытом доступе, с которыми можно сравнить нутриентный состав и посмотреть, насколько же это все-таки норма соответствует. Можно хотя бы уточнить, да, как бы как это составлялось, что делалось-то. Вот. На этом мы с домашними пока все. Переходим к готовым кормам. У них тоже есть свои особенности. Собственно, абсолютно все знают, что готовая корма делится на 4 класса. Да, и, соответственно, в чемкам нужны корма, какого класса? Вот я вижу человека, который уже знает, что будет дальше. Хорошего класса, точно. Вот. Есть огромная подстава. Все знают, что корма делится на 4 класса, но об этом не знает ни одна сертифицирующая организация. Это чисто маркетинговый термин. Ни в одной стране мира нет требований от сертифицирующей организации, которые производитель должен выполнить, чтобы написать на упаковке холистик. Или премиум, или эконом. Эти слова может написать кто угодно, на чем угодно. Это не регламентируется вообще, вообще не проверяется абсолютно. То есть это точно так же, как там, ну, не знаю, самый густой фейри. Маркетинговый термин. Никого не волнует, никем не проверяется. Да, именно поэтому, на самом деле, эконом никто не пишет, потому что, ну, как бы, мы можем написать премиум хотя бы, нам ничего не мешает. Поэтому я не могу сказать, что это радующая нас информация. В среднем производители стараются соответствовать ожиданиям. Да, то есть если позиционируется холистик, как использование продуктов для пригодных для питания человека, как они это формулируют, вполне возможно, что они стараются выполнить это. И у нас есть разница в цене. Да, и как ни странно, она дает нам даже большее представление о том, какого качества сырье использовалось. Не очень точно, очень сложно, но, в принципе, более-менее представление будет. Да, но тонкий момент, да, если вы вдруг увидели холистик, который стоит как эконом условный, ну, здесь, скорее всего, что-то не так, потому что вопрос. Ну, либо вам повезло, и классная скидка, либо нет. Нет, производители всегда, ну, во-первых, крупные производители не могут не выполнять требования сертифицирующей организации, но мы про это сейчас еще немножко поговорим, потому что все знают, что в составе корма на этикетке ингредиенты должны располагаться в порядке убывания. Соответственно, если в начале мяса, классный, отличный корм. Я думаю, вы уже поняли, по слову известно, что что-то здесь не так. К сожалению, к сожалению, требования к этикетированию отличаются в зависимости от страны производителя. В Евросоюзе это требование действительно есть. Да, и если оно не выполнено в какой-то степени, в общем-то, могут прийти, закрыть, и производитель будет платить огромный штраф, никому это не надо. Это же относится к, собственно, нормированию кормов. Нет, готовые корма составляются по тем же нормам, по которым мы составляем рецепты домашних рационов. Да, опять же, сухой корм это способ приготовления. У него есть свои тонкости, да, есть некоторая разница в усвояемости, есть, причем, кстати, не очень большая, есть разные тонкости, ну там, что можно использовать, что как повлияет, сколько надо положить, чтобы не было гипервитаминоза, но до конца срока годности все осталось в норме. Это все нормируется, и это все учитывается, если в стране есть, в принципе, организации, которые за этим наблюдают. В России пока нет. У нас ГОСТ для кормов для кошек и собак печален. Я его читала, там, ну, странно, далеко не все нормируется. В Евросоюзе, в Америке, требования достаточно жесткие, в Канаде очень мягкие, ну, по крайней мере, в данный момент. Но есть еще одна большая проблема, да, если производитель, у которого нет требования к расположению ингредиентов в порядке убывания, хочет передавать корм например Евросоюзе, где это требование есть, он обязан привести этикетку в соответствии с требованиями, с нормами этой страны, и что доедет до нас, откуда к нам приехал вот этот корм, ну, неизвестно, очень сложно, очень сложно понять. Этим, кстати, очень часто обусловлена разница в том, что разный порядок на разных языках. Что на всех упаковках сертифицируется практически во всех странах? Контактные данные производителя для сухих, точнее, для влажных, как это важно, полноценный это или дополнительный рацион. На сухих корма у нас почти все полноценные, а с влажными здесь проблема. Не везде это требуют, но это обязательно надо смотреть, именно поэтому. На сухом точно будет написано, что он дополнительный, а на влажный не всегда. И гарантированный анализ. Вот гарантированный анализ это то, что требуется законодательством практически всех стран производителей корма. Поэтому, к сожалению, гарантированный анализ все-таки дает нам более объективную информацию, чем состав. Но, предположим, я в стране, которая выполняет требования, я хочу приготовить обед мужу. И вот я, значит, кладу еду в коробочку, в непрозрачную, на крышке, пишу состав. Вот у меня в составе вырезка, лопатка, сердце, овощи, ну в конце каша еще есть, ну и специи немножко. Куча мяса и овощей, совсем чуть каша. Отлично, очень аппетитно выглядит. Я абсолютно честна в составлении этой последовательности. Рецепт, которому я готовила, в сыром виде, в сыром виде, я беру 30 грамм вырезки, лопатки, 25 грамм овощей, 24 грамма гречной крупы, ну и там специи, не важно. Вес одинаковый, вес сырой. После приготовления я получаю, ну примерно 72 грамма каши, на самом деле зависит от 68 грамм мяса, 50 грамм овощей. Чего здесь больше? Ну, попало. И более того, совершенно не факт, что то, что у меня сейчас тут мясо пополам с кашей, это плохо. В принципе, порядок ингредиентов по убыванию имеет для нас смысл, если у нас ингредиенты однотипные. Да, фруктовый салат, окей. Как бы, ну больше там яблока или ананаса, для нас интересно. В данном случае, ну не дает нам это полезной информации. Мы не зная рецепта, мы ничего не понимаем. А если я указала вес после приготовления, у меня вначале будет каша. Ну вдруг я такая честная? И это дает полезную информацию. А если я указала вес говядины до приготовления, например, она весит больше, чем после приготовления. Ну то есть это все огромные просторы для маркетинговых игр и ну отсутствие информации полезной, поднечестной. Да, был скандал с кормами, действительно, но это таких скандалов с крупными фирмами было по одному, два на каждую за всю их историю, а многие из них больше 50 лет на рынке. И это огромный дар по репутации. И они, в отличие от некоторых других производителей, у которых тоже были проблемы, например, с испытком ртути в кормах, которая проводила к очень серьезному отравлению под летального исхода. Вот крупные производители отзывают партию, заменяют партию, вносят поправки в технологию. Фирма, которая только что появилась на рынке, через два года исчезла, они такие, ну окей, у нас нашли ртуть, мы разорены, ушли кращать. Какой отзыв партии? Здесь вопрос доверия очень сложный, честно, но не более сложный, чем при выборе обычной нашей человеческой еды или колбасы. Ну вот, а что, собственно, полезного, то есть на этикетке. Да, у нас из полезного есть специализация корма. Очень важно, чтобы он был для щенков и в идеале нужного размера. Информация о полноценности для важных кормов. Да, уже говорилось, они не обязаны писать, что он полноценный, но если там это не написано, это должно напрячь. Рекомендованные суточные порции, очень важно. Гарантированный анализ, если вдруг мы хотим более белковый корм или менее жирный. Вот гарантированный анализ нам даст эту информацию. Если интересно почему, то можем усудить на круглом столе. И необходимость постепенного перевода на новый корм. Почти всегда, вот мы купили новый корм, он плохой, на нем диарея, это не потому, что корм плохой, а потому что взяли, старый корм закончился, а на утро нам насыпались разном. Почему нельзя использовать универсальные корма? Почему именно для щенков специализированные? Есть вот для собак всех возрастов. В табличке три собаки одинакового веса. Все три весят 12 килограмм. Двое из них щенки, просто разные взрослые массы, и одна взрослая собака. Посмотрите, как различаются потребности. По белку в два раза, по кальцию вообще во все четыре примерно, по фосфору тоже. Превышать кальций и фосфор для взрослых собак можно в среднем где-то в два-два с половиной раза. Поэтому, чисто математически, невозможно составить корм, которым будет достаточно для щенка крупной породы, но не избыточно для взрослой собаки. То есть, либо дефицит одним, либо избыток другим, ну, вот, ну, никак, ну, невозможно. Поэтому не очень хороший вариант. Слава Богу, производители от них уходят. Это перестает быть популярным, и я думаю, в некоторых странах и невозможно было бы провести такой корм в принципе, да, потому что нормам не соответствуют. Но, повторюсь, не везде есть сертифицирующие организации, к сожалению. И второй важный момент, да, когда мы говорим о полноценности готовых кормов, важно, чтобы рацион был полноценный для конкретного возраста, в данном случае для щенков, и чтобы щенок съедал рекомендованную порцию. Если он 100 рекомендованных грамм съедает один, он не получит все питательные элементы, да, каким бы прекрасным, замечательным ни был бы корм. И здесь есть еще одна проблема, когда рекомендации по кормлению даются на текущий вес щенка. Это некорректно. В идеале рекомендации по кормлению должны даваться на предполагаемый взрослый вес. Вот у меня пример, вот просто с этикетки. Я специально закрыла название корма, да, я не хочу создавать интерекламу, это не значит, что корм плохой. Просто так схожилось. Соответственно, у нас есть щенок, который весит 9 килограмм. Вот мы смотрим, что у нас на вес 9 килограмм, ему нужно давать 173 грамм. Вот оно в конце. Я вношу этот корм. Беззерновой, обратите внимание, это действительно происходит будто и холистик, высокобелковый, все с ним прекрасно. Я даю норму рекомендованную щенку и получаю 10 цвет по белку, причем достаточно выраженный. А для щенка 10 цвет по белку это еще хуже, чем для взрослой собаки, и не надо так. И это вопрос даже не в качестве корма, это вопрос в том, что некорректно давать рекомендации на текущий вес щенка, потому что, вспомните предыдущую табличку, да, щенка весят знаково, а потребности различаются в два раза друг от друга. Более правильно, когда рекомендации даются на предполагаемый взрослый вес. То есть у нас предполагаемый взрослый вес 15 килограмм, соответственно, мы смотрим, что вот он сейчас 5 месяцев, не всегда возраст даже указывает. Вот 180 грамм. 180 грамм, да, обеспечивается потребность по белку. Отлично. Разница только в этом, да, ни в чем-то еще. Причем в среднем по больнице этот корм даже менее белковый, в общем-то, может быть. Соответственно, как узнать взрослый вес? Примерно. К сожалению, да, это есть проблема. Либо мы знаем вес родителей, для дворняги, либо мы пытаемся угадать. Или ведем график роста. Так вот, когда мы выбираем готовые корма, нам важно, чтобы корм был для щенков, с учетом размера. Порция была на предполагаемый взрослый вес собаки. Причем обратите внимание, не всегда можно понять. Производитель может на предполагаемый взрослый вес собаки указать, но это непонятно. Ну, например, нарисован там силуэт большой собаки. Ну, как бы, ничего не написано, но собака и собака. Это иногда надо проверять. Это важно. Ченок полностью съедает эту порцию, доволен, не слишком быстро растет, и вам нравится этот корм, то это отличный подходящий корм. И два секрета. Я их даже не записывала. К сожалению, поскольку мы выяснили, что не очень легко определить качество белка, у нас обычно волнует именно мясо в корме по ингредиентам и составам, но все-таки можно, есть пара косвенных параметров, которые примерно нам об этом говорят. И параметр первый, это то, что чем более высокоусвояемый белок, тем меньше у нас выхтофекалий. Точнее, даже не белок, а чем более высокоусвояемый корм, тем у нас меньше выхтофекалий. И вот это обычно очень хорошо видно. То есть при разнице усвояемости в 10%, фекалий станет почти в два раза меньше. И, соответственно, это очень хорошо видно. Но, да, здесь есть свои тонкости. Если в рационе, например, много клетчатки, она формирует большой стол. Это нормально. Может быть, очень усвояемый рацион, просто за счет клетчатки стол большой. Поэтому это косвенный параметр. И второй такой же косвенный параметр это размер порции. Если смотрим на 5 кормов, у них у всех размер порции на нашего щенка с предполагаемым взрослым весом 15 килограмм, ну, примерно 60 грамм, а у этого корма вдруг 180. Это тоже может нам косвенно говорить о том, что белок не очень хорошо усвояемый, производитель вынужден завышать порции, чтобы при съедании этой порции было обеспечено достаточно белок. Косвенный показатель. Опять же, будет зависеть от калорийности в данном случае. Но более-менее при прочих равных ну, можно это ориентироваться. Так. Сколько раз кормить? Здесь все просто. Рекомендации усредненные. Что имеется в виду? Если вдруг у вас так сложилось, что щенку 4 месяца, он уже ест 2 раза в день, но с ним все хорошо, пусть ест. Да, то есть это не жесткая рекомендация, это хорошая. Вот. Что у нас дальше? А дальше у нас особенности. Мы, на самом деле, еще чуть-чуть будем в течение конференции касаться этого вопроса. Возвращаясь к проблеме того, что у собак огромный разброс внутри вида по размерам. у щенков есть разница в том, как растут собаки мелких пород и собаки крупных пород. Вот этому щеночку нужно набрать 50 килограмм чуть больше, чем за год. Как бы я, например, столько набирала лет 15. Причем с большего веса. Вот. Соответственно, в какой-то период, когда у нас здесь вот на графике вот эта голубая зона, это норма набора веса для щенка конкретной породы, сейчас даже не вспомню, какой на самом деле не свечу важным, согласно которой они должны расти нормально. Что имеется в виду? Они плавно, точнее, они набирают вес быстро, но в рамках нормы. Вот эта вот точка, это то, где находится щенок со скачком роста. И скачок роста это такая проблема, когда мы взрослой собаке даем слишком много калорий, она толстеет. Когда мы щеночку вот в этот период, до 5 месяцев, до 6 месяцев, в 3-4 месяца, самый такой опасный, даем слишком много калорий, он начинает быстрее расти. До полугода мы, в принципе, не говорим про ожирение почти никогда, кроме каких-то совсем коренных случаев, мы говорим про скачок роста, и вот. И вот такой вот форсированный рост, он может привести к такой, в общем, к некоторым клиническим проявлениям. И если, не дай бог, у щенка есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, допускать скачок роста вообще крайне нежелательно. Это усугубит проблему. То есть это само по себе не болезнь, я не могу сказать, что это прямо болезнь. Но форсировать рост крупным щенкам точно нельзя. Вот прям вот плохая идея. Чем более плавно не будет расти, тем лучше. И что важно, если мы будем его кормить в этот период меньше, это не значит, что он вырастет меньше. Это значит, что просто вот вот у нас щенок растет по норме, вот у нас пришел, допустим, там к есу 45 килограмм. И этот будет весить 45 килограмм, просто он сделает вот так, то есть он сделает еще вот так, а потом войдет сюда и придет к 45 килограммам. Вот. Причем если мы продолжим перекармливать, то он может весить больше, но вот это будет уже ожирение. С чем это связано? Можно встретить устаревшее мнение о том, что это связано с избытком белка. Даже рекомендацию переводить таких щенков на рацион для взрослых собак. По хайде. Я показывала разницу в потребностях по белку, не надо. Дефицит белка для щенка – это очень плохо. С уровнем белка это не связано никак, это связано исключительно с избытком калорий. И работало это при переводе на корм взрослых собак, потому что он тоже менее калоритный, чем щенковый. Только вот дефицит всех остальных питательных элементов не нужен. Есть еще один параметр, сейчас его тоже коснусь. Поэтому если вдруг мы видим, что у нас есть щенок с таким форсированным ростом, а в идеале нужно ввести грающий к росту щенка, мы проверяем порцию, вдруг мы вообще насыпаем от души, чтобы стояло в свободном доступе. Если это так, то мы уменьшаем порцию до рекомендованной. Если у нас на рекомендованной порции все равно слишком быстрый рост, меняем корм на специализированный для крупных пород, потому что он менее калорийный, а все остальные питательные элементы при этом обеспечит. Это чаще всего так происходит. Если даже это не помогло, то уже из них выбираем наименее калорийный корм. Но именно калорийный, именно для щенков, потому что потребности по всем остальным питательным веществам остаются прежние. Да, вот калорий надо уменьшать. По поводу добавок и по поводу хондропротекторов у нас такая вот прекрасная история. Это совершенно опять же реальный щенок, который пришел, ел корм для щенков и с этим кормом получал прекрасно все необходимые ему кальций и фосфор. Но владельцы очень переживали. Крупная собака, у собаки были проблемы с суставами уже в этом возрасте. Около 8 месяцев, чтобы было. И поэтому, согласно рекомендациям производителей, они давали хондропротекторы, они давали добавку, которая позиционируется в том числе для здоровья суставов, добавку для повышения иммунитета, для качества шерсти и вообще для роста щенков. Все порции, владельцы очень ответственные. То есть они как бы, они обратились в магазин, они спросили, они четко давали все по инструкции. У некоторых производителей написано, что с готовыми кормами такая порция, с домашними кормами другая. У некоторых производителей написано, что если вы даете другие добавки, то эту не давайте или давайте в другой порции. Но в целом вот они результаты. Это все то, что было разрешено. То, что в инструкции написано, да, так можно, так можно, так можно столько давать. И что мы видим в итоге? Мы видим огромное превышение по содержанию кальция. И это место улучшения состояния суставов, ухудшит их состояние. У нас это может ускорить закрытие зон роста. У нас не сформируется нормальный сустав. И все достаточно грустно. Ну, потом мы будем видеть дисплазию. Даже не факт, что мы потом обвиним в это в добавке. Ну, дисплазии, ну, не повезло. Это может привести к более серьезным проблемам уже дальше для взрослой собаки. Но у щенка это больше всего будет влиять на продвигательный аппарат. Вот. И так и мочками, ну, болезнь можно, кстати, получить тоже. Соответственно, да, у нас уже корм обеспечивал потребности. И нам не нужны дополнительно кальций и фосфор. Ну, вот не нужны. Ну, вот никак. Если у нас готовый корм, порция рекомендована производителем. Не надо. На домашних рационах отдельный вопрос абсолютно. Но там мы тоже все считаем и проверяем. А вот что касается хондропротекторов, в которых нет кальция, такие тоже бывают. Надо ли их добавлять? Дело в том, что эффективность хондропротекторов в принципе исследована недостаточно. Она даже частично доказана. Больше для людей, чем для собак. Но есть эффективность, да, есть крупные исследования, крупные обзоры, которые говорят, что да, какая-то эффективность в снижении хронической боли при остеоартрозе, при приеме конкретных типов, то есть это у нас коллаген второго типа и глюкозамин, небольшие вот эти вот хондроитин и так далее, маленькие молекулы. Есть кратковременное снижение хронической боли. К щенку это не имеет ни малейшего отношения, это не имеет малейшего отношения к формированию сустава. Для щенков, как бы, что есть хондропротекторы, что нет, если спокойнее их давать, окей. Если в них нет дополнительного кальция, это не навредит исследованию о том, что это безопасно для животных действий. Но говорить, что это обязательно нужно, или будет огромная польза, или особенно вот немецкому долгу вообще вот просто очень надо, нет. Не обязательно. Совершенно. Они все-таки достаточно дорогие, будем честны, как минимум, ну, зачем? Навредить можно, помочь нет. Чтобы не навредить, проверяем, что там ничего, кроме там заявленного зеланского моллюска, не лежит. И второй момент, это натуральные хондропротекторы. Опять же, ужасно рекомендуют всем крупным собакам, что там, варить хаш, давать желатин, натуральный, вот это все, хрящики давать грызть. Я очень хорошо понимаю, почему хочется это делать, да, потому что, когда мы видим хрящик такой вот отварной, вот из холодца прям взяли, прям видно, что вот сустав, ты прям представляешь, как вот эта вот жидкость такая пришла в твой сустав, и он перестал тереться и болеть, и все классно. Но это так не работает. Для того, чтобы у щенка хорошо формировался сустав, хорошо формировался, формировался хрящ на его поверхности, щенок должен получать, это все формируется из совершенно конкретных аминопислот, который он получает из мяса и даже из растительных пилков, и некоторых других минералов, которые ему тоже нужны, и витаминов, которые ему тоже нужны. То есть, если рацион полноценный, хрящ у него и так сформируется. Если рацион неполноценный, да, могут быть проблемы. Но натуральные хондропротекторы, точно так же, как и готовые добавки, тоже могут навредить. Все эти хрящи и холодцы, они плохо переваримые, они могут привести к диареи, очень часто приводят. А если продолжать давать их очень настойчиво, то мы можем получить хроническое воспаление, и в общем, ничего хорошего. И, собственно, фотографии можете посмотреть. Это вот очень был прекрасный случай, когда щеночек лабрадор, у него вот к этому возрасту, 8 месяцев, уже были пропереврованы бедра, разрывы ПКС, вообще все что угодно, очень-очень был пол с суставами. И его владельцы, самоотверженные по рекомендации, месяц кормили вот так, как изображено на этой табличке. Только это, только творог и холодец. Посмотрите, во-первых, на количество кальция и фосфора, которые очень нужны опорно-двигательной системе. То есть это прям совсем плохая идея. А во-вторых, на фоне вот этого вот плохо переваримого холодца, у него была хроническая диарея, и когда он пришел к нам, он был еще истощен, плюс ко всем остальным своим проблемам. Он тут еще немножко отъелся вот на этом кадре. В общем, да. В общем, крайности это всегда плохо, не надо. Спасибо, спасибо лектору за пояснение, за дополнительные. Так вот, чем еще можно вредить? Какие еще добавки могут быть опасны? Если мы используем печень, да, печень сейчас популярная лакунас для дрессировки, может быть избыток витамина А. Осторожно. С этим вообще безопасное количество это примерно грамм на килограмм щенка говяжьей печени. Как-то так. Но помним, что в готовом корме витамина А тоже может быть достаточно много, поэтому с осторожностью. И избыток витамина Д, это если мы знаем, что у нас омега-3 полезен для суставов и даем рыбий жир. Там достаточно много, ну и витамина А на самом деле тоже витамина Д больше. Опять же, с готовыми кормами, если мы это не присчитали, не проверили, можно получить избыток, нужно быть аккуратнее. К чему могут привести эти гипервитаминозы и, собственно, опять же, к нарушению развития опорно-девиктивного аппарата. Вот. Что нельзя давать собакам вообще? Я вот что-то в отличие от Татьяны не укладываюсь, к сожалению, я сейчас постараюсь. Перечисленные на слайде продукты токсичны. Шоколад, смертельная доза около 4 грамм чистого какао-порошка на килограмм собаки. То есть, чем более дорогой и качественный горький шоколад, тем он опаснее. Соответственно, крайне желательно вообще собаке не говорить, что вот это вот вкусненькое в обердке можно есть, потому что достать коробку конфет интереса ради и все их съесть, это вообще регулярно. Но правда, бывает, что они после этого прибегают к нам в клинику, там, ну, нам сначала звонят, говорят, у нас собака съела килограмм шоколада, мы к вам несемся, мы такие, да, все у нас тряш, мы такие настроились, заходят владельцы, за ними заходит собака. Ей вообще отлично. Мы такие, ну, окей, в вашем шоколаде шоколад не обнаружено. Вам повезло. Шоколада было, видимо, очень мало. Алкоголь токсичен так же, как и для людей, но у собак другой метаболизм, у нас большая разница. Есть, и тоже желательно не рисковать с алкоголем. Авокадо, такой спорный продукт, в каком плане? Он не токсичен в плане, что он может вот прям вызвать смерть, хотя описан случай, один единственный, найденный клинический в Африке, видимо, все-таки летального исхода на холодное поедание авокадо, но он может привести к работе диарея, в нем содержится персен, не путайте с успокоительным, у него нет другое вещество, и мы понятия не имеем, вообще он содержится в корее листьев, но поскольку авокадо к нам поступает в низкой степени зрелости, мы не знаем, какое, не знаем, когда собирали, вообще очень мало, мы знаем в нашей полосе, лучше просто не рисковать, в авокадо нет ничего такого супер незаменимого, что было бы, чего нет в огурце, огурец тоже зеленый, классно лучше огурец. Виноград и изюм это очень опасные продукты, очень внимательно следите, если вы делаете ужасную вещь и даете собаке кусочек булочки или маффина, проверьте, что внутри нет изюма. Может привести к острой почечной недостаточности, причем неизвестна точная дозировка, неизвестно влияние сорта винограда на это. И опять же, известны случаи, когда собака всю жизнь съедала по 5 ягодок винограда, 3 года ела по 5 ягодок винограда каждый день, а потом бац, и почки отказали. И это очень тяжелое состояние, очень тяжело откачать. Лук, чеснок в идеале собаки, конечно, есть не должны, но праздники, шашлыки, в шашлыке вкусно маринованный шашлычок, в майске животных с отравлениями луковыми достаточно много. Ну или, например, на Новый год, когда мы салат отдали щедро собаке доедать. К чему приводит и то и другое? Они содержат теосульфит, которые разрушают ретроцитов в крае, у нас начинается анемия. Да, и чеснок дают, и чаще всего собаки все-таки его едят не сами, а чеснок в народной медицине считается с отличным способом изгонять глистов, повышать иммунитет. К сожалению, для того, чтобы изгнать глиста зубчиком чеснока, нужно, ну не знаю, потыкать его, что ли. То есть, там действующего вещества минимально. А вот если дать собаке, как бы, как еще иногда любят делать, водную или масляную эссенцию, то есть надавили зубчиков, зарели маслом, а потом вот эта вот жидкость столового ложка выпилили йорку. И йорк такой, просто на глазах такого, как в мультиках, белеет и падает. Ну потому что, не надо. Да, ничего волшебного в чесноке нет в тех количествах, которые допустимо дать собаке, чтобы не спровоцировать вот это вот умение. Вот, поэтому лучше не рисковать. Макадамия. С макадамией у меня прекрасная история. Я, собственно, давно, давно-давно читала про токсичные продукты для животных. И вижу, о, макадамия. Даже вот летальные случаи известны. Что такое макадамия? Влезла в Google, Google мне говорит, макадамия – самый дорогой орех в мире. Я такая, блин, вот, я даже не знала, что это. А кто-то уже накормил им животным, так что оно отравилось. Ну что такое? Вот, там тоже, на самом деле, не очень понятны дозировки, не очень понятно, насколько влияет способ обработки, например, ореха на токсичность. Вот, но в случае отравления описано, опять же, лучше не рисковать. Вот, тем более, что она достаточно сладкая, это собаку может привлекать. Ксилит. Ксилит, все знают, что содержится в орбите без сахара. Жвачку обычно собакам не дают, хотя, помните, что дети могут на радостях сказать «друг на тебе», от всей души. Но еще ксилит и другие сахарозаменители могут сотряжаться с продуктами для диабетиков. То, что опять нам кажется очень полезным. Вот, нет, для собак ксилит и, видимо, некоторые другие заменители сахара, опять же, недостаточно, пока следуем вопрос, могут приводить к гипогликемии, к падению уровня сахара в крови. Как это будет выражаться? Судороги. Судороги, которые надо вот сместить в клинику, купировать, в общем, нехорошо. Поэтому прям проверяем, что в составе того продукта, если мы вдруг решили дать зачем-то что-то человеческое, проверяем, что там нет ни ксилита, ни желательно других аналогов. Ну, дрожжевое тесто, оно скорее с точки зрения возможной индигенации кишечника, ну, то есть закупорки кишечника опасно. Как в детстве пугали, что будет заворот кишок. Вот, щенков тоже можно этим пугать, не давать. Ну, и про печень уже немножко поговорили, тоже с осторожностью. Вот, и, наконец, последняя тема. Это копрофагия. Она у нас бывает немножко разная, что имеется в виду. Я вот извиняюсь за то, что мы так заканчиваем. Ну, все уже отказались от обеда, да? Копрофагия бывает конспецифичная, то есть, когда собака ест фекалии животных своего вида. собака собачьи. Бывает, когда собака поедает, например, фекалии троядных животных, тех, кто в пищевой цепочке находится ниже. Коровы, лошади, козы, овцы. Вот этот вот второй вид, он вообще норма. В норме эти компоненты, скорее всего, входят в природе, входили в состав рациона животных. Вот, это совершенная норма, поэтому, если мы хотим идеально похожий на природный рацион, то нам надо туда добавлять даже фекалии, еще некоторое количество гельминтов. На здоровье, скажется, скорее всего, не очень, но в природе они дольше пожилого возраста не живут, так же не страшно. Вот. Следующий, вот, чаще всего нас раздражает все-таки конспецифичная экопрофагия, когда поедают фекалии собак. И чем она, опять же, может быть? Очень многофакторная проблема, очень-очень-очень. И до полугода она может быть разновидностью нормы. Щенок пробует мир на зуб, он его исследует, он его нюхает, ему это интересно, и в целом, более того, сука какое-то время убирает за щенками, поедает фекалии, да, это тоже нормально, щенок может это видеть. Достоверно, вот прям однозначно сказать, что вот с точки зрения поведения это вот прям вообще идеальная норма, ну, несколько сложнее, но пока не выявлено никаких признаков отклонений, да, пока не выявлено, что это все-таки неправильное поведение в данном возрасте, по крайней мере. Причиной может быть заболевание. Чаще всего это воспаление ЖКТ, то есть гастрит, да, когда ноет желудок, щеночку хочется что-нибудь туда положить, чтобы он не ныл. Это очень часто не только профагия, но и поедание несъедобных предметов, земли, песка, бумаги, кусков штукатурки, вот, вообще есть исследование, которое говорит о том, что собаки, которые вылизывают штукатурку, у них чаще встречается ВЗК, диагностируется, чем у тех, у которых нет такой проблемы. Да, все верно, сука перестает после ведения прикорма убирать, но, собственно, опять же, это период, когда это норма. Для суки. Иногда, гораздо реже, чем, на самом деле, кажется, владельцам, проблемы в рационе, но здесь все очень сложно. Было исследование, после которого все радостно сказали, что раз ест какашки, значит, дефицит витаминов группы В. Провели такое исследование давно, слава богу, потому что капрофагия проявилась после 300-дневного дефицита витаминов группы В. Это были собаки, у которых капрофагия была вот далеко не самая сложная, главная, важная проблема, и проявилась она не первой клинической, чем все остальное на фоне такого огромного дефицита. Но иногда, если мы повышаем содержание клетчатки, или вообще пробуем, например, давать щенку овощи дополнительно, либо, если это особенно зимний период, а у нас есть какая-то разница между количеством прогулок, например, хотя бы зимой и летом, точнее, наоборот, нет, потому что зимой они тоже длительные. Иногда работает чуть-чуть повысить калорийность корма, но здесь, помним, что у нас может быть скачок роста, осторожней с этим. Поэтому коррекция рациона не всегда срабатывает, это сложно. И могут быть чисто поведенческие причины. Были исследования, которые говорят о том, что капрафагия чаще встречалась у собак с компульсивным поведением, то есть у очень невозбудимых. Хотя были исследования, которые не нашли такой выраженной взаимосвязи. Это может быть даже подкрепленное поведение, то есть по сути дрессировка, если, например, вы вышли с щеночком, встретили подругу и давайте с подругой разговаривать. А щеночек такой, ну типа, блин, скучно, чем бы заняться, о, какашка. О, что ты делаешь? Все, как бы уделили ему внимание, вернулись к разговору с подругой. Он такой, окей, я понял, как привлечь внимание, я молодец. Ну понятно, что все, конечно, не настолько прямолинейно, но тем не менее это возможно. Вот, собственно, вот исследование, которое написано на слайде, кому интересно, можете даже почитать, оно делает прекрасный вывод. Он говорит о том, что, ну, может быть связано с этим, с этим, с этим, может быть нормой, и вообще единственный 100% работающий способ отсутствия экопрофагии, и это отсутствие фекалий на улицах. Убираем за собаками, и все. В принципе, это классный и отлично работающий метод. Коммерческие добавки там, кстати, тоже исследовались, они давали эффективность 1-2%. То есть, грубо говоря, у одной-двух собак из 100 применение добавки от экопрофагии сработает. Причем, тоже не очень понятно на пончу. Вот, на этом я все-таки с некоторой задержкой заканчиваю. Вот, если вопросы остались, переходим на круглый стол. С большим удовольствием еще все это обсудим. И у нас теперь после диетологии есть отличная возможность восполнить свои дефициты питательных веществ. Вот, и после продолжим очень-очень-очень интересной темой про ветеринарную часть общения с щенком, про то, как все-таки за ним с этой точки зрения правильно ухаживать, растить и заботиться о его здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok